Новое правило по установке забора в СНТ. Отгородиться от соседей на дачном участке просто по своему желанию не получится. Не попадающий в нормативы забор обязательно заставит сносить, да еще и за свои кровные. Поэтому, чтобы спрятаться на участке от зевак и не получить при этом проблем, лучше изучить вопрос ограждения заранее. Согласно строительным нормам для планировки территории, введения гражданами садоводства, существуют некоторые нормы. С вами, как всегда, буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поехали! Высота. Более ранняя версия правила не предусматривала показателей для размера забора в высоту. И если соседи начинали спорить, это решалось на региональном уровне. Теперь же правила прописывают определенный размер, который находится в диапазоне от 1,2 до 1,8 метров. Согласно экспертному мнению, такой размер помогает сохранить достаточное освещение для участка. Установка сплошного забора. Соблюдение высоты не является определяющим. Если вы хотите установить сплошной забор и даже любой другой, кроме сетчатого. Чтобы сделать такое, потребуется получение согласия владельцев дачных участков, находящихся по соседству. В письменном виде. Кроме этого, данный вопрос должен быть согласован с председателем СНТ. Разрешается поставить сплошной забор с уличной стороны после одобрения собрания СНТ. Чтобы его получить, подается заявка, оформленная на имя председателя. Далее вопрос выносят на согласование и получают протокольную выписку. После чего можно начинать установку вашего забора. Если с соседями не удалось договориться никаким образом, то их согласие можно обойти пожертвовав своей территорией. По периметру участка устанавливают обычный сетчатый забор. Отступив от него, метр вглубь территории уже ставят глухой. Так соблюдается нормативное правило для иных хозяйственных построек, которые должны быть на расстоянии метра от соседской границы. Соседские споры. Заборные вопросы нередко доходят до судов, в которых действует определенное правило. Первое. Владелец соседнего участка может потребовать устранения забора, если тот не дает ему возможность выращивать урожай. Из-за затенения участка или препятствует его проветриванию. Второе. Производится судовая проверка в соответствии постройке всем законным нормам. Если они были нарушены, то есть шанс, что по требованию владельца соседнего участка вас обязуют ее снести. Обратившийся в суд владелец также может потребовать доказательства того, что забор наносит ему ущерб. Обязательно также проведение межевания. Официальным образом, поскольку забор обозначает территориальные границы участка, если же такая процедура не проводилась, то даже установка ограждения, по всем правилам, не спасет его от сноса, если оно оказалось за пределами участка. Давайте поставим этому видео лайк, если нужно продолжать выпуски в этой тематике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok